Фармацевтические предприятия Сами знаете, студентов посмотреть или пройти практику. Мы тоже не всегда можем пустить огромные потоки, например, бакалавры в свои лаборатории. Поэтому мне кажется, что визуализация некоторых процессов это актуально сегодня. Человек может увидеть, тот, кто читает лекцию, может в ходе какого-то визуального слайда что-то показать, если фильм идет. И вот некоторые такие технологии, некоторые идеи мы предлагаем. Пожалуйста. Значит, читает эту лекцию и нам дает эту лекцию Лебедев Евгений Александрович, кандидат технических наук, Менделевский университет. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел бы поговорить немножко о визуализации технологических процессов с помощью современных цифровых технологий. Эта тема представляется чрезвычайно важной, потому что технологии не стоят на месте, они все плотнее. В том числе и с правой технологией входят в производственные процессы. Наше государство сейчас ориентировано, собственно говоря, на развитие цифровой экономики, на внедрение, в том числе в рамках МТИ, таких явлений, как цифровые фабрики, цифровые двойники. Поэтому, собственно говоря, мы решили затронуть эту тему и попытаться внедрить ее в наши образовательные программы, которые, как мы думаем, помогут нам выпускать современных квалифицированных специалистов. Ну, прежде всего, для начала я бы хотел затронуть все-таки, что такое визуализация и почему она так важна. В принципе, в общем-всем в целом, под визуализацией мы вынимаем методы приема представления числовой информации или различных литических явлений в виде удобного для зрительного наблюдения и анализа. Ну, почему, собственно говоря, визуализация так важна в принципе в нашей повседневной деятельности? Ну, во-первых, так скажем, сама природа нам это подсказывает, и у нас 83% информации, которую человек получает, она так или иначе попадает к нам через наш орган зрения. Потом психологи в своих работах выделяют, как вы знаете, 4 психотипа людей по восприятию информации, да. И второе место из этих психотипов по процентному сутвержению занимает как раз визуалы 30-35% людей. Первое место занимает киноэстетика, но опять-таки это исходит, скажем, на шоеволюционного процесса, так как мы получились. Но предоставление информации в процессе обмышления через, вот, скажем, эти киноэстетические механизмы, оно представляется очень затруднительным. Поэтому именно визуальное представление информации, пожалуй, занимает самое первое место. Ну, и кроме того, вероятнее всего, предполагается увеличение вот этого процента людей, которые воспринимают информацию визуально, за счет того, что очень сильно развиваются источники информации, которые в основном передают как раз информацию в визуальном виде. Это, естественно, прежде всего интернет. То есть, вот, компания Deloitte, которая проводила исследование в 2016 году, показала, что в результате проведенных опросов ежегодный прирост информационных потоков через интернет составляет на текущий момент порядка 61%. Для сравнения, такие классические каналы предоставления информации, как телевидение и радио, демонстрируют телевидение минус 5% убыль информации, а радио минус 7%. Ну, касательно применимости технологий визуализации для образовательных программ, мы, пожалуй, выделили следующее направление. Это использование инструмента визуализации в рамках математического моделирования для более глубокого и детального понимания природотехнологических процессов, я скажу, их физической и химической сущности. Это инструменты визуализации в автоматизированных системах управления технологическими процессами, обучающие тренажеры и обучающие видео и анимации. Список никак не выставлен по порядку, то есть мы не говорим, что обучающие видео и анимации хоть сколько-то менее важны, чем, допустим, системы автоматизированного управления и визуализацию моделирования. Для начала, собственно говоря, визуализация для понимания природы технологических процессов. Почему она, собственно говоря, так важна и вообще зачем нужно математическое моделирование? Мы стараемся в рамках, соответственно, университета подготавливать современных специалистов, которые являются не просто эксплуатирующим персоналом технологического оборудования, а которые способны осуществлять принятие высококвалифицированных решений в нестандартных ситуациях. Собственно говоря, базой, пожалуйста, для таких вот правильных принятий решений является, прежде всего, это понимание фундаментальных основ процесса, из которого и вытекает возможность у специалиста выявить причинно-следственные связи того или иного явления, на основании которых принимаются правильные решения. При этом эта цепочка верна как, собственно говоря, в эксплуатации технологического оборудования, так, естественно, и при разработке технологического оборудования и технологических процессов. Современные технологические процессы, в том числе и фундаментических производств, они являются очень, так скажем, многосторонними с точки зрения направлений физики и химии. И вот в технологических процессах мы сталкиваемся с такими явлениями, как гидрономические процессы, теплые массообменные процессы, естественно, химические превращения, если мы ведем речь о производстве химических активных фронастических ингредиентов и субстанций-носителей. Ну и плюс к тому, многие технологические процессы фронастические связаны с наличием как многокомпонентных систем, так и являются многофазными системами. Естественно, для анализа таких процессов, для их более глубокого понимания требуется на текущий момент, как уже, собственно говоря, выявлено мировым сообществом, такой многомасштабный подход. То есть на текущий момент мы можем смело утверждать, что многомасштабное моделирование является самым, что именно из фронт-энд, авангардом моделирования в мировой общественности. И вот предлагая, так скажем, образовательные программы, построенные в том числе на вот таком многомасштабном подходе, мы создаем, имея возможность создать современное высшее образование, полностью отвечающее не только нашим текущим потребностям, но и, возможно, укладывающиеся в рамки создания новых рынков, в том числе и в рамках антейпов. Собственно говоря, под многомасштабным моделированием мы понимаем исследование явлений как на микро- и на новом уровне. Для этих целей мы обычно предполагаем использовать такие инструменты, как ряточные автоматные методы, ряточные автоматные моделирования, но, естественно, мультиральная динамика, и мультиральная динамика, так или иначе, должна и будет основываться на квантово-механических расчетах. Эти методы пригодны, например, для создания внутренних структур различных материалов, для исследования химических взаимодействий отдельных молекул или целых групп молекул. Дальше у нас идет, соответственно, моделирование нано- и микро-масштабов, но уже которое касается процесса в некотором классе материала. Для этого уровня мы также предполагаем использование клеточно-автоматных методов по дифференциальным поравнению. И результаты вот этого моделирования на вот этом микро-уровне, когда мы моделируем процесс внутри, они могут быть переносены уже непосредственно на уровне аппарата и унотехнологической цепочки, и таким образом через вот это моделирование дать возможность студентам и обучающимся понимание всей картины протекания процесса. Потому что сейчас построение модели уже строится не таким образом, что исследование на системе является черным ящиком, когда мы задаем лишь входы и смотрим от руки на выходе, а для нас уже важно понимать полностью картину всю, по потоку, по давлению, концентрацию вещества и так далее. То есть вот именно вот эту картину непосредственно процесса или технологического участка. И, естественно, в рамках этого многомасштабного подхода обязательно наличие постоянного обмена информации между различными уровнями, то есть это фактически результат расчетов микро-уровня, и передача гранических условий смотрю не обратно на них. Ну, один из примеров, как раз визуализации на новом уровне, это молекулант-динамический расчет, адсорбция молекулы гиппрофена на некоторой подложке. Собственно говоря, он может быть использован как в принципе для понимания вообще природы внутренней структуры, так и для проведения расчетов при разработке новых материалов, в том числе при разработке носителей активно-фронтистических перенетов. Собственно говоря, для чего такая работа и проводилась. То есть вот здесь, как видно, в основании электронной динамики полностью описан движение молекул, просто вот так вот сложно даже, как и рукофенею, взаимодействие с полножкой, видно, как она со временем, собственно говоря, садится на культуру нашего метриала. Собственно говоря, я все равно присела на эту структуру дальше, то, что мы можем сделать, и чем полезна такая визуализация, это прежде всего, естественно, создание различных структур. То есть если мы говорим о разработке носителей активно-фронтистических ингредиентов, то важно понимать, как и при каких условиях формируется структура вот этого носителя. Используя клеточно-автоматные подходы, мы способны создавать вот у него структуры, которые визуально, наглядно, понятны. Ну и плюс, естественно, они могут быть в дальнейшем перенесены на больший масштаб ингредиент. Другое явление, допустим, которое может быть визуализировано и представляет интересный процесс растворения. То есть вот здесь, когда приведем пример растворения уже таблетки, это, естественно, как бы с точки зрения физики, уже относятся к макроуровне, но мы к макроуровне все-таки приводим относительно аппарата психологического, поэтому такие процессы мы тоже рассмотрим, как микроуровый, ну, относим к микроуровому. После этого уже визуализация на более высоком уровне, это именно то, что позволяет, допустим, непрофильному специалисту, который не ориентирован непосредственно математического моделирования, понять все-таки, как в зависимости от условий, от параметров процесса, происходит изменение характеристик продукта, происходит изменение энергетического баланса процесса и так далее. Это вот моделирование, которое проводится сейчас с использованием одного из самых популярных инструментов в мире, это вычислительная гидродинамика, получившая крайне широкое распространение. С другой стороны, есть также множество, так сказать, дополняющих вычислительных гидродинамических подходов, которые более качественно, скажем так, описывают введение, допустим, многофазных систем. Но, так или иначе, вся эта визуализация может быть использована как непосредственно для цели моделирования, так и просто для понимания того, каким образом процесс может изменяться в ходе изменения технологических параметров процесса. То есть, например, здесь представлено динамическое моделирование, изменение концентрации активного, изменение концентрации растворителя в некотором користом материале и в его выходе с течением горения из материала. Здесь привезут примеры распространительные сушки промежустраненного процесса, как францетической технологии, так и химической, пищевой, которые показывают, собственно говоря, изменения температурных профилей, в зависимости от начальной концентрации, начальной влажности, допустим, материала. Ну, естественно, такая визуализация, которую мы представлены для математического моделирования, она может и должна быть не стационарной, а показывать динамику развития. То есть, например, как здесь приводится вот этот пример, о моделировании перемешивания какого-нибудь вещества. Ну, помимо того, что визуализация can be a просто изучение технологических процессов, естественно, ликвидологически моделирование и визуализация подразумевают очень активно используются для разработки технологических процессов для оборудования, для оптимизации existed. Для техологических процессов, минимизации энергетических микроэндократ, и что особенно важно естественно осуществлению масштабного перехода процесса по кубра тонну уже больших промышленных масштабов если речь идет конечно же об оборудовании которое эксплуатируется уже давно допустим распалительные сушилки у нас принципе классический способ очень добрый процесс масштабирования могут использовать некоторые эмпирические соотношения но когда речь идет о каких-то уникальных процессов без детального исследования без детальной визуализации самого процесса все прекрасно и что эмпирические соотношения очень сильно зависит от условий и параметров оборудования процесса следующий раздел который мы хотели рассмотреть это собственно говоря автоматизированную систему управления технологическим процессом и визуализацией в них ну все прекрасно понимают что на текущий момент представить какое-либо производство тем более хроматистическое без современных систем автоматизации ну невозможно потому что система автоматизации это и естественно повышение качества за счет уменьшения вероятности возникновения человеческого фактора это и снижение собственно себе стоимости производства за счет в том числе уменьшения количества персонала как вы можете повысить знаете старше население но мы все-таки производители ориентированы именно на внедрение автоматизированных технологий и снижение таким образом себе стоимость классическая система автоматизации вот приведена на данном слайде которая в принципе везде встречается наверно по вот видите у нас есть никогда не промежание контроли рудничества соединены с операторскими станциями или инженерными станциями, которые отображают непосредственно технологические процессы. И вот как раз визуализация этих технологических процессов осуществляется именно на операторских станциях, плюс дополнительно может быть визуализация реализована на некоторых локальных пунктах управления. И вот в фармацевтической технологии, наверное, все-таки пока на текущий момент при обладании локальных пунктов управления он более спустя минут, а отчасти за счет того, что на наших предприятиях, наверное, большая часть процессов является либо периодическими, либо полно-периодическими. Но я думаю, что, соответственно, степень автоматизации и роботизации оборудования будет повышаться, и возникнет возможность и предпосылка для организации центральных пунктов управления без каких-либо локальных систем управления. То есть, собственно говоря, классический центральный пункт управления, который очень распространен, допустим, в химической технологии, представляет собой некоторый такой пункт с множеством рабочих станций и мониторов, через которые осуществляется управление как отдельными участками и переделами, так и полностью всей производственной цепочкой. Если мы говорим об образовательном процессе, то большое значение имеет в текущий момент, соответственно, познакомить наших обучающихся студентов, в принципе, с тем, как современные системы автоматизированного системы управления и операторские интерфейсы выглядят. Для того, чтобы специалист, придя на уже работающее предприятие, не возникало необходимости адаптации к вот этим интерфейсам, может быть, у него сначала не знаком. При визуализации технологических процессов в системе автоматизированного систем управления большое значение имеет, прежде всего, на самом деле, достаточная статичность картинки, потому что хоть картинки с множеством движущихся, вращающихся элементов, которые некоторые заказчики любят внедрить на своих производствах, они очень быстро управляют операторов, и это, собственно говоря, при разработке автоматизированных систем тоже надо доносить до обучающихся тех, кто будет разрабатывать эти системы. Большое значение имеет цветовая индикация различных параметров, состояние машинных механизмов. При этом следует указывать на то, что цветовая индикация должна быть достаточно идентична для всех предприятий. Мы воспринимаем зеленый цвет, допустим, как правильно, нормально работаем механизмы, и при этом красный цвет, как некоторая авария, ошибка и так далее. При этом на таких системах и при разработке таких систем специалисты гораздо лучше вникают в саму суть процесса. Когда создается автоматизированное управление, создается операторский интерфейс, технолог, участвующий в разработке этого процесса, начинает получать информацию об абсолютно всех механизмах. То есть это не только основное технологическое оборудование, допустим, холтера или распалительной сушкуки, а это в том числе и все шиберы, и заслонки, и вентили, подающие арматуры, и вентиляции, и так далее. И таким образом человек, который самостоятельно собственными руками участвовал в разработке такого операторского интерфейса для производственной технологии, уже очень часто владеет информацией о технологическом процессе даже больше, чем некоторые производственные технологии. Ну, плюс к этому, собственно говоря, при разработке и при знакомстве студентов с операторскими интерфейсами всплывает множество и других, подобных камней, с которыми специалисты могут столкнуться на предприятиях. Это различные блокировки защитных механизмов, это взаимосвязи между их механизмами, это в том числе и работа с информационными каналами передачи информации, потому что современная автоматизированная система, в том числе и технологическом процессе, это, естественно, цифровая система, связанная цифровыми шинами, такие как распространенный изонет, индустрия изонет, профилас и так далее. Вот, и показывая все это специалистам, мы в том числе расширяем их кругозор и позволяем адекватно и быстро реагировать на какие-то нештабные ситуации, и, если говорить о производстве лимус, собственно говоря, позволяем сокращать время разработки новых систем, если эти специалисты будут участвовать в подобной работе. Ну, Наталья и Наталья Васильевна, естественно, уже сказали, что сейчас у нас наметилась такая тенденция уже достаточно новая, потому что лет 20 это по снижению объема практики обучающихся на реальных предприятиях. Вот, я думаю, что тенденция складывается по разным причинам. Ну, так или иначе, чтобы эффективно подготавливать студентов без возможности проведения каких-то реальных работ на реальных предприятиях, мы можем хотя бы отчасти это компенсировать введением некоторых обучающих тренажеров. Я выделил четыре типа обучающих тренажеров, пожалуй, но, может быть, их можно сформулировать и больше. Первый тип – это тренажеры максимально приближенные к реальности, наверное, в фантастической технологии они в меньшей степени могли бы быть востребованы, но это взялось взятый пример из нефтегаза в отрасли, собственно говоря, по работе с буровым оборудованием. Другой пример – это модели и тренажеры отдельных взятых аппаратов, реализованы с использованием либо веб-технологий, либо флэш. Дальше у нас есть сейчас, благодаря развитию технологии виртуальной реальности, возможность уже создавать тренажеры с использованием в оборудовании VR. И последние тренажеры – это тренажеры, как раз ориентированные на эксплуатацию и одновременно с системой через автоматизированную систему управления технологическими процессами, то есть, как через вот эти операторские интерфейсы. Реалистичные тренажеры – это, естественно, у них есть какие преимущества, совсем ничего, что у нас уже получили. Максимальная идентичность реальному оборудованию, понятное дело, тактильное ощущение развития механической памяти – это, конечно, не относится к визуализации, но имеет достаточно важную составляющую для обучения именно эксплуатирующего персонала. Это и высокая заинтересованность обучающихся, потому что понятно, что работать с железными кнопочками и джорстиками гораздо приятнее, чем нажимаем на кнопочку мыши. Есть, естественно, у них и минусы – это, прежде всего, высокая стоимость тренажера, это малая гибкость, потому что, когда такой поставленный тренажер один раз, он подается очень несущественным изменениям в сроке зрения его эксплуатации. И вероятность механических поломок, мы все прекрасно знаем, у нас есть студентов в нашей лаборатории, что любое оборудование, которое дается вам не к студенту, так или иначе, рано или поздно подвижит ремонту. Дальше – это симуляторы оборудования, то есть отдельный взяток, которые могут быть как раз реализованы с использованием веб-технологий или флэш-технологий. Их, очевидно, преимущество – это простота и дешевизм на создание, это визуальный идентистик, потому что, в принципе, такое оборудование можно сделать полностью как фактическая фотография в реальном оборудовании. Отсутствие необходимости наличия какого-либо специализированного оборудования, фактически нужно только относительно мощный сервер, и возможность обеспечения удаленного доступа к тренажеру. Именно за счет своей простоты такие тренажеры хорошо подходят, допустим, для проведения лабораторной подготовки студентов или обучающихся. Естественно, минус таких тренажеров – это неполноценность восприятия органов управления, потому что фактически это некоторая картинка с возводностью манипулирования с органами работы оборудования. Сейчас я покажу пример такого тренажера, который был в нами реализован, он достаточно прост, но хорошо демонстрирует принципы. Который можно сложить тренажера такого типа. То есть вот у нас здесь как раз представлено наше оборудование, которое стоит на седьмом этаже. Это гранулятор небольшого размера, миниват. И если, собственно говоря, здесь попробовать, есть органы управления, через которые можно взаимодействовать с этим оборудованием. Более или менее оно отображает, скорее, течение процесса. То есть наблюдается некий процесс смотреть. Но так или иначе, по крайней мере, такой примитивный тренажер позволяет студентам до прихода на лабораторную работу ознакомиться с органами управления установки и уже, собственно говоря, начать непосредственно работать с ней, когда они будут в лабораторную. Следующий, как я говорил, это VR-симуляторы, которые сейчас все больше и больше набирают обороты и применяются в совершенно разных уже отрасках. И, естественно, перед планетой всей, то есть впереди наше, на стороне, это, пожалуй, нефтяники, которые уже влияют активно в VR-симуляторы для имитирования работы с буровым оборудованием, с некоторыми механизмами, а также железнодорожниками. Я думаю, что в ближайшее время у нас появятся первые симуляторы для работы в лабораториях и для эксплуатации нефтомического оборудования. Плюсами таких симуляторов, естественно, является эффект присутствия, возможность симуляции целых выводственных цепов, то есть тут у нас уже может быть такая некая особая технологическая цепочка у нас второго симулятора. Широкий спектр симулированного оборудования. Но есть неочевидный недостаток – это необходимость наличия специализированного VR-оборудования. То есть, я думаю, на текущий момент, поскольку все-таки распространение среди студентов VR еще не получило, но я в вопросе, но то, так или иначе, проведение таких лабораторий с этими симуляторами требует их присутствия непосредственно на территорию университета. Ну и минусы, естественно, некоторые есть на текущем. Я думаю, что спустя несколько лет этот университет все-таки будет преодолено. Это относительная сложность разработки таких моделей. Ну и один из самых, наверное, интересных симуляторов технологических линий – это вот фактически симулятор, построенный на базе складной системы. Он не позволяет познакомиться непосредственно с органами управления оборудования, но зато дает возможность специалистам подготовиться к управлению всего технологического процесса. То есть, посмотреть, как изменение параметра приятного качества продукта на его энергоэффективность процесса, посмотреть, за какие рамки технологических, за какие рамки его значения технологических параметров, чтобы это уходить. И фактически это уже знакомство непосредственно, так скажем, с боевыми системами промышленных предприятий, что очень сильно облегчает вхождение в производительный процесс, новых специалистов, как они приходят. Даже несмотря на то, что таких складной системы представляются огромным количеством различных компаний, все они более или менее строятся на одинаковых принципах. И переключение специалиста, в том числе этого подтверждается исследованиями, с одной складной системы на другую просто проходит достаточно быстро и без болезни. Преимуществами таких симуляторов является приближенность к реальному автоматированному системе. Про технологическим процессам, как я уже сказал, возможности обеспечения удаленного доступа к тренажеру, она тоже имеется, поскольку строится на системах типа клиент-серах. И возможность симуляции большого количества производственных линий оборудования, потому что, используя возможности инструмента современного ската-системы, создание технологических линий представляется достаточно простым. Есть, естественно, сложности, которые требуют наличия математического аппарата, который бы отражал реальное поведение оборудования, но, так скажем, это сложности порядка не будет. Из минусов, то, что можно выдержать, это необходимость наличия достаточной компьютерной инфраструктуры, потому что, в принципе, такие системы уже достаточно весомы с точки зрения объема информации и требований к вычислительным мощностям. Но, наверное, сейчас они даже не столь велики, как для VR-симуляторов. И относительная сложность разработки симуляторов, но именно за счет необходимости внедрения туда аниматических моделей. Пример, то есть вот такого симулятора технологических линий, приведен на данном слайде. То есть, фактически, это повторение ската-системы с возможностью управления всеми уровнями технологическими линиями. Последний раздел, который, наверное, мы сегодня хотели вам показать, это обучающее видео и анимация. Прежде всего, для чего может быть использована визуализация такого рода, это, в принципе, демонстрация работы оборудования, например, хотя бы его механики. То есть, как только человек видит, как различные органы рабочие оборудованные движутся, у него сразу складывается гораздо больше понимания о, собственно говоря, функционировании оборудования. Вот как, например, здесь приведена вот такая вот процедура закрытия электро. Ну, а также демонстрация подобного рода может быть использована уже для ознакомления последствий с технологическими процессами, которые протекают в оборудовании. Вот сейчас вот я покажу небольшой ролик, предоставленный нашими партнерами, которыми обработаны компания ГЛАД, по как раз процессу регуляции в аппарате псевдородвижного слоя. То есть используется стандартное, стандарт-типовое оборудование, производимое компанией ГЛАД для уже промышленного применения. Ну, вот очень хорошо и ясно показывается, каким образом и что происходит внутри, чтобы студенты, которые не знакомы совершенно, может быть, пока с фонистическими процессами, получили достаточно полное представление о том, что это за оборудование. Продолжение следует... 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 Естественно, рассматриваются все составные части оборудования, тем самым облегчаем потом эксплуатацию его. Ну и сейчас я в завершении хотел еще показать обучающий ролик как раз по работе с оборудованием мини-влад, который был подготовлен сотрудниками нашего центра. Сразу хочу сказать, что ролик на английском языке, поскольку в соответствии с стратегией развития университета сейчас удовольствие обучающих программ, проводимых на иностранном языке, должна быть получена. Поэтому мы стараемся сразу материалы готовить, которые впоследствии могут быть использованы для обучения на иностранном языке. Давайте посмотрим. Продолжение следует... 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 Перед дискуссией представляет кандидат наук, доцент Градиенко Мария Геннадьевна, доклад о дополнительной программе повышенной квалификации по курсу математическое моделирование при исследовании и разработке лекарственных средств, ромакогенетика, количественная системная фармакология. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Данная программа дополнительного образования направлена в первую очередь на тех людей, которые уже имеют опыт работы по лекарственному управлению, которое мы рассмотрим, и которым не хватает, может быть, дополнительных инструментов, которые нам как раз дают на квалификации по курсу математическое моделирование. В первую очередь, кратко о структуре доклада, то есть в первую очередь мы посмотрим сферу деятельности, на которую направлена наша программа, какие компетенции для наших выпускников мы планируем в рамках этой программы дополнительного профессионального образования, категория слушателей, общие характеристики и, собственно, та дисциплина, которая включена в эту программу. Итак, при подготовке, после того, как возникла идея, что, в принципе, неплохо бы, чтобы ряд людей, занимающихся исследованиями и разработкой новых лекарственных препаратов, а также их регистрацией, обладали знаниями, которые позволяют, скажем так, некоторые вопросы решать заранее, то есть при планировании различных этапов клинических исследований, а также решать вопросы, которые возникают на стадии регистрации регистрирующих органов к регистрационному досье. Мы столкнулись с тем, что те профстандарты, которые уже неимоверными усиленными были разработаны за последние года в рамках как раз вот фронтефтического отрасли промышленности, они все-таки не рассматривают трудовые функции, которые бы включали знания, изменения и владения математическим аппаратом для решения проблем при разработке лекарственных препаратов, клинических испытаний этих лекарственных препаратов и, соответственно, решения данного вопроса с репродуктивными органами. Поэтому была предложена вот такая программа профессионального дополнительного образования. Наиболее близкий профстандарт, он указан снизу, это специалист промышленной информации в области исследования лекарственных средств. Но единственное, что в этой области мы выделяем кусочек, это навыки использования методов математического моделирования при выполнении данного вида профессиональной деятельности. Такие сегменты, в принципе, это у нас R&D-проекты, то есть это когда мы только разрабатываем лекарственные препараты, это клинические испытания и с точки зрения оформления дизайна эксперимента, то есть планирования эксперимента, и с точки зрения, соответственно, обработки тех данных, которые поступают. Ну и плюс, если регуляторные органы, допустим, после проведения на какой-то стадии клинических испытаний говорят, что у вас не затронуты вот такие-то, такие-то и такие-то вопросы, в принципе, математическим моделированием часть этих вопросов тоже возможно закрывать. За рубежом эта практика уже используется, и тоже RDA берет в качестве аргументов, результатов математического моделирования. Я думаю, что со временем мы также даем до такой возможности, поэтому неплохо бы дать возможность нашим специалистам обладать этими знаниями. Ну, если рассматривать компетенции, которые мы надеемся при помощи нашей программы дать обучаемым, то в первую очередь это, конечно, универсальные компетенции. Здесь мы выделили компетенцию, которая позволяет осуществлять периодический анализ проблемной ситуации, на основе системного подхода и вырабатывать некую стратегию действий на основе приведенного анализа. Индикации достижения компетенции у нас приведены на слайде, направлены в общем на то, чтобы человек смог, имея некий первоначальный степт данных, то есть первоначальный набор данных, проанализировать ситуацию, поставить задачу для ее решения и в ряде случаев наметить пути ее решения. Это вот такая универсальная компетенция. Соответственно, с точки зрения нашей программы, он должен знать методы и подходы для систематизации знаний, методологию декомпозиции общей задачи и ее формализации, то есть перевода из общего «я хочу, чтобы было что-то» в вид, который мы можем уже либо в виде плана реализовать, либо записать в виде математической модели. Он должен уметь использовать цифровые технологии систематизации и владеть некими способами решения задач, соответственно, владеть методологией анализа данных и навыками поиска вариантов решения той или иной задачи. Среди общепрофессиональных компетенций также была выделена компетенция, которая позволяет человеку, обладевшему, использовать современные приборы, методики, организовать проведение экспериментов, испытаний и проводить их обработку и анализировать результаты. Индикаторы, соответственно, потому что человек знает те методы, которые используются в данной отрасли, и, соответственно, он способен их использовать и при помощи данных методов провести обработку и анализ результатов. Очень важно отдельно выделять обработку и анализ, потому что посчитать можно все, даже сферического цифрового в космосе, но должно быть все как бы приближено к реальности. То есть какие-то результаты анонимистской климы в первую очередь должны у нас вызывать сомнения, и мы должны найти физический смысл в любом результате расчета. Ну, соответственно, здесь человек должен знать современные методики, методы автоматизированных средств, которые позволяют ему рассчитывать, проводить расчетно-теоретические исследования по заявленной тематике, проводить обработку и анализ полученных данных, владеть методологией приведения данных исследований, расчетно-теоретических, и владеть, в принципе, автоматизированную средству средствами обработки данных. Теперь придем к профессиональной компетенции, Здесь мы тоже выделили три отдельные компетенции. За основу мы взяли все-таки то, что идет в рамках упомянутого ранее профессионального стандарта, но немножко заточили их именно под те особенности программы, которые мы вложили в эту программу дополнительного профессионального образования. Итак, первая компетенция — то, что человек должен математически, способен математически обрабатывать информацию, которая будет поступать в рамках доклинических и клинических испытаний, осуществлять прогнозирование, формулировать результаты по проведению исследований на основании приведенного анализа. Индикаторы приведены на слайде. Соответственно, вы, надеюсь, успели их прочитать. Давайте тогда вернемся. Значит, в первую очередь, человек должен уметь выбирать наиболее подходящий метод обработки данных, исходя из того стыка данных, которые у него имеются. Второе — он должен фактически проводить обработку этих данных, используя тот или иной метод. Соответственно, в качестве индикатора также выдвигается, что человек может прогнозировать формакокинетику и формакодинамику лекарственного средства в зависимости от того, как может меняться дозировка, либо режим дозирования, режим введения, и с учетом выявленных отдельных особенностей для популяции. А также может проводить сравнение эффективности нескольких лекарственных средств, например, это разрабатываемое лекарственное средство и лекарственное средство аналог, либо дженерик и препарат оригинал. Соответственно, знать человек должен методы математической обработки данных с учетом их мощности, то есть того объема, который представлен или получен на стадии эндоклинических испытаний. Клинические испытания имеются в лекаритуре, то есть он должен способен их объединить. И с учетом этого уже знать, каким методом он сможет вычленить оттуда нужную полезную для данной задачи информацию. Знать методы математического моделирования. Здесь мы сужаемся до формакокинетических методов. Это блок знаний формакокинетики и методов системного анализа. Методы идентификации параметров модели должен знать человек, чтобы потом эта модель заработала, то есть каким образом все эти неизвестные коэффициенты он может вычленить из имеющихся данных. И знать некие программные пакеты, при помощи которых он будет, в принципе, проводить математическое обучение, а может обучение. Так, уметь, он должен анализировать документы, включая регистрационное досье, клиническую часть, клиническую часть, планы и отчеты для того, чтобы в голове у него сформировалась вообще вся постановка задачи и те особенности, которые были учтены уже на ранее сделанных этапах. Осуществлять поиск и анализ дополнительной информации, то есть если что-то неизвестно, что-то непонятно, то есть он должен человек уметь все-таки дополнительно найти ответы на те или иные вопросы. Пользоваться информационными технологиями, но без этого математическое моделирование куда? Уметь проводить статистическую обработку данных исследований лекарственных препаратов, поскольку клинические испытания у нас включают обязательно статистику, ну и человек должен уметь, он должен понимать, как вычленен тот или иной коэффициент, тот или иной показатель. Ну и он должен уметь разрабатывать и верифицировать математические модели для прогнозирования проведения лекарственных средств в организме. Владеть им должны методологии построения математических моделей и методами оценки промежуточных и окончательных результатов. То есть опять не должен получиться в статистическом космосе и должен получиться результат, который обоснован и который для этого будет поставлен на вопрос. Следующая компетенция это то, что способен принимать руководящие решения при проведении работ по исследованию лекарственных средств. Если человек, он не просто работает, не просто исполняет свои обязанности в рамках поставленной задачи, а он руководит отделами разработки, то в этом плане он должен уметь принимать решение. В связи с этим у нас есть индикаторы, анализирует результаты обработки информации, также он должен уметь анализировать результаты обработки информации о воспитании лекарственных средств на разных стадиях, принимает решение о необходимости разработки прогнозных моделей в рамке подготовки обоснованных ответов на запросы уполномоченных в федеральных органах исполнительной классы в ходе регистрации лекарственного прокурата. Знает методы математической статистики, которые применяются при обработке результатов испытаний, методы математического моделирования и программное обеспечение. Умеет анализировать результаты исследований и условий их проведения, анализировать результаты, которые получены в ходе математического моделирования и формулировать рекомендации на их основе или обосновывать ответы на те вопросы, которые ставились в рамках математического моделирования. И данный человек должен уметь передактировать помощные тексты профессионального содержания. Соответственно, владеть навыками руководства и разработки, навыками интерпретации результатов и навыками организации и контрольной подготовки документов по результатам генетического моделирования. Какая категория слушателей и входные требования ставятся для нашей разработанной программы дополнительного образования? Ну, направление деятельности, в которое включены люди, для которых разработалась программа, это в первую очередь исследование лекарственных средств и руководство и проведение РНГ-разработок. Ну и второе, это анализ результатов исследований лекарственных средств. То есть здесь у нас, в принципе, человек может находиться с двух сторон. С одной стороны, это те, которые занимаются разработкой, с другой стороны, это те, которые по результатам разработки принимают решение допускать или не допускать. То есть эти люди могут также работать и в регуляторных органах, которые анализируют поступающие к ней регистрационные тассианы. Требования к образованию. Образование высшее, баклавриат, минимум, лучшая магистратура по соответствующему направлению. Из направлений мы видели формация, биоинжерия и биоинформатика, и медицинская кибернетика. То есть вот эти направления, они уже обеспечивают тот минимальный набор знаний, который необходим для освоения данной дисциплины. Требования к знаниям и умениям необходимо все-таки иметь профессиональные знания в области фармацевтики и клинической фармакологии, поскольку затрагиваются базовые понятия отсюда. Базовые знания процедуры разработки и регистрации рекордовственных средств. Ну, нас знаем, что это была первая стадия фазовских ленических испытаний, вторая стадия фазовских ленических воспитаний, что они решают, какой объем может быть выборки на этих испытаниях и так далее. Базовые знания умения в области статистики и преподобия математики системной биологии. Они необходимы, если мы говорим о тематическом моделировании и обработке больших объемов данных. И навыки в области работы пока и работают с неким математическим аппаратом в области статистической обработки данных, поскольку все равно так или иначе мы не возникаем. Программа включает одну единственную дисциплину, которая называется так же, как и программа, математическое моделирование и исследование разработки лекарственных средств, фармакометрика и количественная системная фармакология. Объем программы составляет 72 академических часа или 2Z. Форма обучения, планированная нами, по крайней мере, на стартовом этапе, это информационно-коммуникационные технологии с привлечением и язык преподавания русла. Соответственно, дальше необходимо рассмотреть вот эту дисциплину, точнее, я предлагаю с собой рассмотреть эту дисциплину, чтобы понять, что она все отключает. Итак, в первую очередь цель дисциплины это изучение методов математического моделирования, применяемых на разных этапах исследования и разработки лекарственных средств и формирования обучаемых навыков их практического применения. Цель программы достигается с помощью того, что формируется у слушателей понимание соответствия между этапами разработки, целями, для достижения которых используются методами отработки информации. То есть человек, который прошел данную программу дополнительно профессионального образования, должен четко понимать, что на разных стадиях в принципе возникают разные вопросы. И поскольку объем исходных данных различается, вопросы различаются, задачи, которые необходимо решить, различаются, значит и методы, которые мы можем привлекать на разных этапах разработки для решения разных задач, будут разные. То есть фактически это и есть формирование у слушателей данного понимания. Второе — это формирование у слушателей навыков выявления линейных зависимостей по себе переменных. Это для того, чтобы избежать лишних зависимостей, лишних параметров в наших математических моделях и ее упрощать. То есть когда у нас имеется корреляция, то эта корреляция между данными может быть учтена так или иначе при разработке математических моделей. Третье — это формирование у слушателей навыков работы и верификации популяционных моделей формакокинетики, формакодинамики и физиологически обоснованных формакокинетических моделей, а также навыки их валидации. То есть мы должны при помощи данной программы сформировать у слушателей, во-первых, понимание, как декомпозируется наша модель, то есть из каких частей она состоит, какие данные нам необходимы для того, чтобы каждую из этих частей разработать, соответственно, как мы должны, откуда мы берем параметры для этих моделей, как мы, под конец, должны валидировать данную модель, то есть доказать, что она работоспособна и действительно отражает реальный процесс. Ну и последнее — это формирование служителей навыков практического и создания результатов расчетов математического моделирования. То есть нам необходимо сформировать у слушателей взаимосвязь, чтобы те результаты расчета, которые получены, они показывают то-то и то-то в реальном процессе. То есть каким образом они могут быть применены на практике. Объем дисциплины и виды учебной работы представлены на слайдах. Содержит дисциплину у нас, предусматривает дисциплина аудиторные занятия и самостоятельная работа. Аудиторные занятия включают 36 академических часов лекций, и из них, из этих 36 часов, еще отдельно 4 часа отводятся на промежуточное тестирование и на зачет итоговый. Самостоятельная работа также включает 36 часов, соответственно, дополнительное изучение разделов дисциплин курса включает 30 часов, и подготовка к промежуточным тестам и итоговым зачетам включает 6 часов. В виде итогового контроля зачет на него будет проходить 2 часа. Учебно-тематический план программы включает введение 4 основных модуля и заключение плюс итоговая тестация. Соответственно, модуль 1 — это задача математического моделирования при разработке лекарственных средств. Модуль 2 — эволюционное моделирование формакокинетики и формакодинамики. Модуль 3 — физиологически обоснованное моделирование формакокинетики. Модуль 4 — количественная системная фармакология. Давайте поподробнее рассмотрим, что будет в каждой из этих модулей. Итак, модуль 1 рассматривает этапы разработки лекарственных средств и типовые задачи исследований, которые возникают на данных этапах разработки и для которых могут использоваться те или иные математические модели. Кроме того, здесь рассматриваются в общем математические подходы и, соответственно, даются основные термины определения для математического моделирования, что из себя представляет модель, что из себя представляет верификация модели, что из себя представляет параметры модели и так далее. То есть это та основная база, которая позволяет человеку связать тот блок знаний, который он получал в качестве основного образования, с тем блоком знаний, который мы ему дадим в рамках этой дополнительной образовательной программы. Ну и присмотрена по первому модулю промежуточная тестация. Второй модуль, он касается популяционного моделирования хормако-кинетики и хормако-динамики, включает в себя следующие разделы общие принципы и постановки задач популяционного моделирования и какие исходные данные необходимы для того, чтобы мы могли построить популяционную модель. Второе, это этап их построения популяционного моделирования, то есть из каких частей средств модели, каждую часть этой модели мы можем так или иначе получить. Третье — это определение параметров и верификация модели, а также использование коллекционного анализа как метода выбора индивидуальных характеристик членов той или иной популяции. Все это должно быть продемонстрировано в рамках изучения нескольких учебных задач на реальных примерах взятых из регистрационных досье и, соответственно, на модельных примерах, которые будут ведутся, скажем так, по результатам реальных примеров. Ну и предусмотрена также промежуточная дистанция. Третий модуль предусматривает материалы по физиологическому основному моделированию фармакокинетики. Опять же, здесь в первую очередь рассматриваются общие принципы и постановка задачи при физиологическом основном моделировании. И какие исходные данные необходимы для того, чтобы построить такого типа модели. Рассматривается методология построения данных типов моделей. И, опять же, затрагиваются вопросы, каким образом определяются параметры и как проводится верификация модели. Здесь отдельное внимание уделяется построению регрессии как метода оценки для ряда параметров. А также дополнительно рассматриваются, не очень подробно, но, тем не менее, затрагиваются экспериментальные методы оценки параметров. Ну и, опять же, весь этот материал потом показывается на учебных задачах. И модуль также предусматривает промежуточную дистанцию. Четвертый модуль касается количественно-системной фармакологии. И, поскольку это более тяжелый вид моделирования, здесь он больше в ознакомительном порядке идет. Рассматриваются общие принципы и место таких моделей при разработке лекарственных средств. Общая концепция построения таких моделей. Каким образом опять мы проводим параметизацию моделей на основе данных клинических исследований. Ну и, соответственно, какие преимущества и ограничения для таких моделей мы имеем при их использовании. Соответственно, здесь также предусмотрена промежуточная аттестация. С точки зрения самостоятельной работы, как я уже говорила, она предусматривает в размере 1Z, то есть 36 академических часов. И предусматривает регулярную проработку, пройденную на лекциях учебного материала, подготовку к промежуточным тестам и, соответственно, итоговой аттестации, ознакомление и проработку дополнительной рекомендованной литературы. Глава аттестации у нас включает 4 промежуточных теста, которые позволяют набрать в сумме до 60 баллов за курс один итоговый текст, который позволяет еще дополнительно 40 баллов получить студентам. И итоговая оценка формируется путем суммирования первых двух позиций, соответственно, с оценкой удовлетворительно, хорошо или отлично. Благодарю за внимание. Вопросы, пожелания, замечания. Пожалуйста, один или два вопроса, и мы переходим к обсуждению. У меня два маленьких вопроса. Во-первых, почему эта программа называется «Программа решения квалификации», но, может, это полная программа, которая для студентов, для докладов, для магистров, то есть решение квалификации, ну, как-то непонятно. И второе, какими силами, чьими силами вы будете в планах реализованы? Ну, можно я начну со второго вопроса? В принципе, мы планируем реализовать данную программу своими силами и ее опробировать до конца 2018 года на базе Российского химико-технологического университета в рамках работы в консорциуме, который ведет по нашему проекту. А что касается первого вопроса, ну, вот как я попыталась объяснить в начале своего доклада, да, что касается разработки основных образовательных программ, то они сейчас заточены на профстандарты. Те профстандарты, которые существуют, которые уже разработаны, все-таки не акцентируют свое внимание на тех трудовых обязанностях, которые специалист выполняет с использованием методов математического моделирования. То есть именно вот этот кусочек, этот аспект деятельности в профстандартах пока еще не затронут. Может быть, потому что у нас пока еще это не очень популярно с точки зрения фармацевтической отрасли. Поэтому мы предлагаем немножко опередить и позволить людям дополнительно получить образование, пройдя вот этот краткий курс, это всего лишь 72 часа, то есть всего лишь. Ну, это же не 4, не 8 семестра. Спасибо. Мария Геннадьевна, спасибо большое за доклад. Действительно, программа своевременная, нужная, но я считаю, что она требует обсуждения. Почему? Ну, начну как бы с самого простого. У 4 модуля, 4 промежуточные аттестации и итоговые аттестации. На 72 часа не стоит этого делать, это очень как бы трудоемко для преподавателя и для обучаемого. Не надо, лучше достаточно, может быть, на ситуационной задаче какой-то сфокусироваться в качестве промежуточной, не акцентировать внимание после каждого модуля, делать промежуточную аттестацию, а потом итоговую это перебор. Перебор вот стоит. Вот, так, а теперь как бы вот в контексте как бы выборной темы. Тема действительно очень актуальная, тема никем практически не освеченная, и вообще мало кто понимает, что такое фармакометрика. Профстандарты тут вообще ни при чем, там записана строчка, что как бы должно уметь там использовать методы математической статистики. Да, вы вот под это как раз и предлагаете свою программу. Прошу прощения, все-таки методы математической статистики и фармакокинетикой, и количеством системной биологии, они различаются. Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому вам четко нужно определить, какой спектр, конечно, вот задач вы перед собой ставите. Вы предлагаете услуги для расчета плана для клинических, там, этих исследований, там, так, моделирования. Но я вас вижу, где я вас вижу, подождите, я вас вижу, и может быть это пересмотреть. В клинических исследованиях есть такой, как бы, такая позиция, отчет по статистике всего вот этого. Вот я вас там вижу. А вот то, что вы говорите, для клинических исследований они сами спланируют. Они сами оценят популяцию, они сами выберут количество исследуемых, они сами выберут, это сделают врачи. А вот расчет, вот в этом действительно беда. И не хватает знаний у тех же врачей, которых там нет у вас в списке, да, а желательно все-таки поставить, чтобы именно вот с точки зрения математики, статистики, вот этого моделирования, обработки результатов и каких-то выводов, уменьшения, может быть, каких-то исследований, они вот здесь вот, вот я здесь вас вижу. И так же и в доклинике. А вот пока с точки зрения, опять же, фармы, и у меня есть отдел по клиническим исследованиям, я с удовольствием вас с ним познакомлю. Я очень хочу, чтобы вы нашли, ну, взаимовыгодное сотрудничество, что вы предлагаете, чтобы они послушали вас, вы услышали их, и нашли действительно вот то поле деятельности, которое нам, как клиницистам, но я все тоже причисляю к ним с точки зрения исследователей, нужно. Вот именно там ваши, вот в регистрации я пока себя, как бы, вас не очень вижу. Есть у нас в государственной формокопии статья, статистические методы анализа биологическим методом, что-то вот типа этого, да, то есть вот у нас статистика везде нужна, нужна. Вот, ну вот, как бы, определитесь чётче, что с практической точки зрения нужно потребителю. Оно всё нужно, просто здесь нужно понять, вот как бы, не в целом, как бы, я даю вот эту науку, она нужная, перспективная, важная, а что с практической точки зрения. Здесь вот надо вот поговорить именно с практиками, кто может использовать ваши ресурсы. Конечно, вот то, что вы там, как бы, предлагаете обучать дистанционно, не пойдёт. Я знаю по собственному опыту. Они не знают вот эти нюансы математики, моделирования, статистики, это очень тяжёлая тема. Надо хотя бы несколько часов делать, где очные части рассказывать, показывать, и вот эти вот, как бы, аспекты фармакологии, что вы, там, предполагаете дать, ну, это тоже очень, как бы, сложная тема, вот, поэтому, вот, вот, ну, моё вот такое видение, вот то, что я сейчас, как бы... Можно я прокомментирую? Значит, ещё раз хочу подчеркнуть, всё-таки фармакометрика и количественная системная биология, это ни в коей мере не статистика. Она опирается на статистику, она её использует. Но это отдельные виды дисциплин. Это раз. Что касается, наверное, мы немножечко говорим об одном и том же, но с разных точек, да? С разных, да? С разных, да, с разных планирования эксперимента, то, что я говорю, да, у меня здесь подробно занимается больше как рекомендация, потому что по опыту зарубежному, да, скажем так, очень часто возникает вопрос, когда регуляторные органы смотрят регистрационные бассейли, говорят, а нам кажется, что вы не учли вот такую-то дозировку, или нам кажется, что вы не учли влияние, перекрёстное влияние других препаратов, или нам кажется, что вы не учли, что вот человек, у которого, не знаю, диабет, вот такая-то особенность, соответственно, у них физиологически возникают вот такие проблемы, и в вашей выборке как бы не обосновано, что для них это будет безопасно, или либо они могут применять именно этот режим дозирования. Вот, в принципе, фармакометрика и количественная системная биология, она позволяет давать хотя бы предварительные ответы на эти вопросы и корректировать планирование эксперимента по результатам. А вот что нужно добавить для того, чтобы потом регуляторные органы приняли с положительной оценкой те исследования, которые были проведены. То есть это не полностью постановка, это именно корректировка и рекомендация для того, чтобы ответы на вопросы регуляторных органов звучали чётко, и для того, чтобы можно было учесть какие-то те аспекты, которые, может быть, зачастую сразу и не выявились, когда планировалась вот эта вот схема исследования. Но это всё равно как бы методами математической статистики, потому что подбор дозы, выбор дозы, выбор препарата сравнения, количество боли, отца, условий, как введение, ну всё, что вот это. Это вопросы врачей. Да, это вопросы врачей. Вот как вы вот это вот схватите, почувствуете? Здесь имеется в виду, что человек, который занимается, никогда такие проекты не решаются, скажем так, специалистами одной отрасли. Это решается в кооперации. То есть врачи говорят, что да, наверное, нам необходимо просмотреть вот этот спектр, вот этот спектр, вот этот спектр. Методом математического моделирования, которые вот как раз эти затрагиваемые четыре модуля и рассматривают, возможно дать предварительный ответ. То есть как бы спрогнозировать на имеющихся данных поведение и сузить то количество экспериментов, которые клиницисты могут заявить изначально. То есть это должно быть обязательно в кооперации с некоторыми... Сузить вы можете в доклинике. В клинике вам Минскрафт никогда не даст сузить. Такое мое предложение. Давайте приезжайте к нам в гости. Я вас познакомлю с отделом клинических исследований, как раз который занимается первой фазой и биопоэвалентности, то для чего вы как бы это, на чем вы базируетесь. И мы поговорим, посмотрим, чтобы мы как бы друг друга поняли до конца и могли бы использовать ваши ресурсы. Можно на секундочку? У нас. Хорошо? Спасибо. Вот к вопросу про осузить. Мне кажется, Мария Геннадьевна имела в виду область поисков. Например, зачастую может же такое быть, что, например, препарат показывает, будучи сам по себе созданным как сахаропонижающий, показал результаты по, например, кардиопротекции. В клинических исследованиях, в плане, например, первичной, вторичной, конечной точки, этого заложено не было. Потому что никому в голову не могло прийти на том этапе, что, создаваясь под одну цель, он покажет результаты совершенно, даже по непонятному механизму, неожиданная польза это называется. Таким образом, в клиническом исследовании это рассчитать и предугадать нельзя. В таком случае, действительно, на условиях реальной клинической практики, вот то, о чем Мария Геннадьевна говорила, статистическими методами ищется, корреляция, область поиска сужается, и тогда уже, если на бумаге закономерность какая-то известна, намного проще выделить бюджет этой пары компаний, чтобы еще и на основе исследования этот же эффект подтвердить. А вообще, насчет области применения. Самая большая область применения – это вот американцы. Там есть большие страховые фонды, как они это делают. Они очень экономные в плане денег, поэтому зачастую им проще обратиться в какой-нибудь государственный страховой фонд, тот же Обама Кэр, попросить большой массив данных, где будет выборка из сотен тысяч пациентов с анализом их заболеваний, с тем, что с ними происходило после этого. Зачастую многие из этих пациентов могут даже уже быть там как пару лет мертвыми. Суть не в этом. Суть в том, что потом пару компаний нанимает математика, статистов, которые на основе репрессионного анализа, коллекционно-репрессионного анализа, ищут какие-то закономерности на основе вот этой здоровенной выборки. Безусловно, в плане ценности доказательной медицины это никакой такой высокий приоритет не будет иметь как клиническое исследование, потому что с этой позиции эталонам всегда считалось набрать 10-15 тысяч человек, проконтролировать в течение полгода в госпитальной ситуации, наблюдать и сделать какие-то выводы. Но практика такова, что американские регуляторы сейчас, во всяком случае, я работаю в ПАНЕ, сталкиваюсь с этим качеством. Хоть бы даже позавить ваше предприятие. Да, компания Берингер-Нгельхайм. Все больше и больше берут на исследования, включают в доказательную базу результаты не клинических испытаний, а клинической практики. И такое понятие, как субанализ или метаанализ данных какой-то большой страховой выборки, там в пяти планеты все. Как это у нас осуществить, но в российских условиях непонятно. Но в целом роль вообще кибернетиков и статистов вот именно там зачастую в клинических испытаниях превосходит роль непосредственно медиков. Это то, что сейчас там как флагман индустрии, то постепенно, к чему это идет. Спасибо большое. Спасибо, да. Я ни в коем случае не умоляю, я просто хочу немножечко вот, ну, правильно выстроить наше взаимодействие, чтобы оно было с пользой. Вот, это все, как бы, ситуацию я знаю, но нам нужно правильно понять с точки зрения и клинической медицины, и моделирования этого процесса, чтобы все пошло так надо. Значит, я предлагаю, Марина Геннадьевна, спасибо еще раз. Видишь, твой доклад, который мы почти не видели, сколько вызывало споров. Не спор, а дискуссии. И приглашение, знакомство с клиницистами, это, конечно, очень хорошо, потому что мы знакомы только с военными медиками. Поэтому очень хорошо. Спасибо за приглашение. Я предлагаю всем перейти к столу для обсуждения. Мы распечатали учебные планы по получению лекарственных субстанций и по технологии химико-фармацевтических и био-фармацевтических производств. Поэтому еще раз пройдемся, еще раз посмотрим, Леонид Микимович, ваши вопросы или замечания. Нет, просто хотелось бы сказать, что это нормально. Я слышно? Я просто хочу сказать, что я позже скажу. Нет, вам не нажали. Вы выключили. Слышно? Слышно, да? Да. Дискуссия, нормально разговариваем, да? Пусть нам хотелось бы сказать. Вот почему мы называем здесь название, нормально название, цепловые технологии, почему информационные, это отличает вашего Лебезева, не ответили на этот вопрос. Мы занимаемся практически как технологии, как бизнес. Настройка технического, это прибыль. И это возникло от такого понятия, как, чуть-чуть скажу, минутку, от того, от бигдейта и принятия решений, да? Не бигдейт, как бы не принял такую, это бигдейт, обработка большей данной, обработка, принятия решений, машинное обучение, да? Это пик был, когда увлекались все, это 13-й год, и было, как много, после этих проработок колоссально. Потом 15-й, 16-й год, спад, мощный очень, да? Сейчас вышли на плату, потому что уже идет осознание, и появляются первые программы, мы тоже подобные программы делаем. Когда появляются эти вот датчики, да, беспроводные, да, когда можно было обрабатывать данные, когда техника, и все, в общем-то, потому что мы могли принимать эти данные. И когда обрабатываются большие данные, то видится это контроль качества, да, который приводит к повышению прибыли. Потому что это не только один аппарат, это свокупность в действии, а вот этот аппарат приходит в потоке к другому, и это уже относительно близко, когда накапливаются данные не сегодня, не завтра, а которые накапливаются годовые, несколько лет, то уже возникает информация о всем производстве в целом, и делается какое-то, понимается, решение. Или даже вообще просто бизнес меняется. Например, все привыкли, когда бизнесменники занимались вот эти вот газы, да, по трубам, и думали, что это их прибыль, это их бизнес. Оказалось, что на самом деле, когда стали нарезервы данные, что прибыль небольшие трубы, эти огромные километры, а это маленькие вещи, которые есть. То есть это из того, что обработка больших данных и понятия решений, меняется структура бизнеса, поэтому и называется современные технологии. Только из-за этого. А все остальное, все то же самое. Были все дренажеры, так же моделировали, так же, что не было столько, не поступало столько информации, и мы ее обрабатываем. Поэтому вот здесь, мне кажется, должен быть вот этот метод обработки данных, да, он должен быть сделан так, как, да и хоть что-то как-то написано, что это действительно, может быть, не продать ваши данные, что вот это цифровые. Это касается этого. Что касается системы автоматизированных эффективных, я просто бы делаю собственным опытом. Это и для вас тоже полезно. И опытом, который по Кубкинскому институту нефти и газа. Значит, у нас тоже нам декабрь ведутся. Мы уже читаем 10 лет вот этот предмет САПР, да, читаем мы по калабрам. Читаем, вот сейчас здесь гордился о модуле, это не пакет, это ХАСИС, АСПОН ХАСИС, это модуль. Это модуль пакета АСПОН БАН, сейчас уже АСПОН СЮД, куда входят два модуля, АСПОН ПЛАС и вот этот АСПОН ХАСИС. АСПОН ХАСИС больше заточен на, ближе к нефти, вот сюда. А АСПОН ПЛАС больше для химии, вот. И НИСИМ дизайн вышел из ХАСИСа, тоже ближе к нефти по работе. Но в БАСПОН ХАСИС и в АСПОН ХАСИСе, там есть динамика. То есть, если вы хотите, что у вас еще студенты изучали динамику, да, с управлением, не то, что там скалли, а там уже там уже есть, там есть система управления, не надо никому что-то делать, там уже все другие. Вот, значит, как обычно делается? Им катают одного семестра. Продвинутый, а уже магистр, вот как делала Курпинская, у них уже магистр сидят уже на тренажер. Там есть тренажер, который вот сделан, по которому тоже хотим привлезти. Стоим тренажер где-то 300-400 тысяч долларов, чтобы все понимали, что это такое. То есть, это не то, что там какой-то тысяча, да, сколько его стоит. Это квадратальный труд. Поэтому надо вам искать тренажер в своей области, в области фармацевтики, потому что за него смотреться. В области фармацевтики нет тренажеров. Да, вообще нет, да? Ну, значит, надо пытаться как-то что-то сделать, потому что изучать там, как опыт у них, у них по голове изучают все эти мастер-классытики, так же, как у нас, а магистр уже, магистр уже сидят на тренажере, то у них это два семестра. То есть, вот так, с кондачка пришел, что там изучил, так не сделаешь. Надо, чтобы еще преподаватели освоили. Это огромный, серьезный комплекс, вот так, если говорить. А вот эти вот такие тоже показали, да, это красиво, это хорошо. Но, чтобы тут же заработать, значит, там работают там же повышение квалификации и магистры, которые такие уже продвинутые. И всего только один факультет проходит. Не весь институт проходит тренажер, так всего один. Это по поводу САПа. Теперь по поводу многомасштабного процесса моделирования. Вам, мне кажется, он вообще этот курс не нужен, потому что это очень тяжелый курс. Я такой курс веду для своего, для своей кафедры. Я веду его уже три года. Я не сделаю ни для дичку, потому что я каждый раз, у меня вводит голова, потому что здесь макро-уровень, метро-уровень, нано-уровень. Потому что здесь, он должен был сделан так, что он должен сделать на все случаи жизни. А не прицеплен к конкретному одному, да, показать эту картину. Да, они это сделают на этом. Но они не научатся дальше. А другую-то надо тоже делать. Поэтому это должны быть какие-то общие подходы. Если говорить даже просто, у нас читает преподаватель, я читаю макро-уровень. Профессор МГУ читает мезо-уровень. И наш пожилой молодой читает микро-уровень. И там, и там, вам надо на самом деле, чтобы у вас был какой-то пакет, у вас же идут реакции, вам надо моделировать реакции. Конечно. Моделировать реакции. Кинетику. Конечно, вам надо кинетику. Вам надо искать, как искать эти параметры, генетические, да, вот эти вещи, да. Вам надо осуществить. Сейчас, сейчас, мы так работаем, сейчас делаем для унициального удаления. Значит, мы синтезируем схему. Это дегидрирование, да, на основе, да, безудигида. Вот такая простая такая схема, потому что она, как бы, входит во все, да. Мы уже 15 механизмов проработали, чтобы собрать их перемен. Читаются вот эти, там, где что-то меряется, там мы находим вот методом генетического поиска костана. А проработчатый комплекс, надо ввести квадратимический расчет. Вам надо сделать полкурса. Этот расчет, а вот, потому что, по-разному, есть пакетный комплекс, который легко осваивается. Вот такой надо. А этот курс, он тяжелый. Он для тех, кто разрабатывает вот эти вещи. Это вот для них. И то он должен быть потом. У меня большой, очень, большой плечный автомат. Плечный автомат. Ну, такой же был 2002 год. Сейчас уже не Новосибирская школа, не Московская школа, не работает плечными автоматами. Не работает здесь. И молекулярная динамика всегда, она достаточно сложная. Она срает. Это очень все тяжелое. Это тяжелые вещи. Это вещи еще, на самом деле, исследовательские. Когда мы подходим к молекулярной динамике, считаем, как держится молекула. А что происходит на подложке? А там флантехнический расчет должен быть. В России его расчеты от числа. Вот Артем Аганов, да, почему это хорошо пошло? Он придумал метод расчета у быстрых. А мы считаем месяцами флантехнический расчет. Поэтому это, на самом деле, очень тяжелые вещи исследовательские. У нас как-то их все-таки обойти на каких-то таких примерах, чтобы они подняли. Потому что они лучше пакетам обойти. Спасибо, Леонид Иванович Максимович. Спасибо, Леонид Иванович Максимович. Он еще хочет сказать. Ничего. Ну вот, мы не будем уже говорить, да? Круглый стол. Что? Круглый стол уже. Ну, у меня... Да не надо, наверное. Уже ведь запись не идет. Идет, идет. Идет, да. Идет. Значит, вот здесь речь идет о том, что мы будем делать. Теперь. Да. Ну, и, по-моему, нормально держу. Что мы будем делать? Значит, мы будем на это дело брать дополнительных студентов? Самый первый вопрос. Или, наверное, будем открывать. Или это все будет в рамках того самого контингента, который у нас сейчас есть. Идет, Алина, у нас к тебе вопрос. Когда апробации? И когда можно было бы открыть магистрские программы? Могу сказать по апробации. По ТЗ мы должны ее пройти до конца, до середины ноября. Вот так вот. То есть даже до конца октября. Но это не все программы. Нет, это апробации должны апробироваться один модуль до 10 Z из каждой программы. Он должен апробироваться у нас и в университетах, которые вошли в нашу профильную сеть. Как это будет делиться между университетами? Таких вот четких рекомендаций нет. То есть нельзя сказать, что вот у вас обязательно 20 студентов, а у тех обязательно там 30 студентов. Там, по-моему, 50 человек должно пройти. То есть такого нет. Кто у нас профиль на сети? Кто у нас профиль на сети? У нас Санкт-Петербургский технологический университет. Это вот Питерская технология. Это Алтайский государственный университет. Там Химфак с нами играет в эту игру. Это МИДХТ, который сейчас МТУ. Сеченовский университет. И мы еще пригласили Томский государственный университет опять с Химфака. И пригласили Томский политехнический университет. Касательно того, как должна проходить апробация, вот на последнем совещании этого консорства межуниверситетского, нам было сказано по требованиям университета, что это должно обязательно быть количество студентов, чуть ли не с их подписями, обязательно выпускаться приказ и так далее. Вот сейчас после вот этих вещей я буду этим заниматься, тоже узнавать точнее. С точки зрения того, как эта программа будет использована дальше, я так понимаю, что если она проходит все стадии апробации и так далее, и так далее, наверное, как вот я разговаривала с Николаем Александровичем, Макаровым нашим, она должна пройти какое-то одобрение на ученом совете, должно ли быть какое-то одобрение от министерства, я не знаю, честно. И после этого, если все это должно пройти, и наше, и не наше, тогда, наверное, она имеет право на жизнь, и, может быть, интенсирование пройти так или иначе, без этого я ее не пропустила, и мы можем ее запускать у себя. Но это, как я понимаю, из-за того, что я читала и разговаривала, это не сразу. То есть это лучший случай, то есть год, наверное, точно, с сентября 2020 года, но лучше. Тем более это же подвоз 3++ должно быть заточено. Который с 1 сентября 2020 года. Да, то есть этот связь пускал у нас... Как раз опережающие, опережающие. Да, опережающие, апробационные такие мероприятия, чтобы попробовать увидеть основные какие-то моменты, проблемы. Кроме того, вы же это можете в рамках уже от лицензированной программы делать, да, направлением подготовки, конечно, вам делать просто вариативные части, профилизировать и все. Конечно, в рамках уже лицензированной, это на будущее, если вы видите смысл лицензирования именно промышленной информации, возможно, вы к этому придете. Такая это уже вопросы, как бы, в следующих лет, а сейчас только в рамках того, что у вас уже есть, чтобы не усложнить работу. Можно я добавлю, да, то есть, либо в рамках того, что у нас уже есть, либо в рамках каких-то факультативов, но опять было сказано, чтобы не перегружать студентов. Можно я добавлю, мы с Медхотей обсудили, вот я не знаю, в честь есть, но будет или нет, прибавлять к этим программам или прибавлять к действующим такие факультативы, потому что и в Медхоте, и у нас есть оборудование, на которых, если мы говорим о химиках-технологах, можно поработать, и можно такой сертификат получить. Можно получить сертификат Российского Штатского центра, можно получить Менделеевского университета. То есть, например, я умею работать на... и делать, осуществлять процесс грануляции. Интересно, как вы считаете, Наталья Валерьевна, это будет для студентов? Или в рамках этих программ? Вот еще какие-то такие вот дополнительные вещи. Я дошла про сегодняшний день, не вот эти, это наше будущее, да, а вот про сегодняшний день. Например, студентам с разных факультетов интересно получить такие сертификаты и научиться работать на различных установках или нет. Это прибавит им знаний, компетенции и увеличит ли их как-то досье, когда их принимают на работу, улучшит ли их CV, когда их принимают на работу. Вот такой у меня вопрос. Конечно, я считаю, что студента всегда можно заинтересовать. Сегодня студент у нас очень такой прогрессивный и только подавая ему новые знания, успевая поворачиваться, и они с удовольствием как бы-то в рамках каких-то или факультативных, или каких-нибудь таких, как я забыла, летних школ или там что-то такого. Или той же практики. Тоже практики, да, они с удовольствием будут это воспринимать именно как новое, а не как то, что мы давали раньше. Никто не умаляет того, что мы давали раньше. Но вот новое, да, безусловно, это его как бы повысит оценку в глазах преподавателя и в глазах работодателя будущего, потому что он пройдет какую-то практикоориентированную какую-то подготовку, вышедшую за, может быть, пределы основной образовательной программы, но востребованную сегодня на рынке. То есть, как я вот недавно говорила с одним из работодателей, он говорит, да, они могут не знать современного какого-то оборудования, не могут что-то, не уметь на нем четко работать, но они должны представлять концептуально основные требования, они должны представлять как химизм этого процесса или технологию этого процесса. Я его сам научу, я его подведу к оборудованию, я ему скажу, что делать. Но аспекты, как бы, опять же, лучших практик, они должны знать. Вот с этим они работодатели и ждут студентов. Да, всему остальному, как говорится, учатся на местах, потому что у каждого работодателя свое оборудование, свои возможности, свои, как бы, опять же, те же совы, по которым работать, а концептуально студент должен это знать. Вот это наша задача, чтобы ему дать эти знания. Допустим, сейчас у нас планируется, наверное, для фармацевтических вузов, но мне надо поинтересоваться. Это вторая олимпиада, которая проводит институтно-лекарственных средств и надлежащих практик. Надо поинтересоваться, можно ли студентам, как бы, других специальностей участвовать в этой олимпиаде. Олимпиада предполагает, ну, там 2-3 человека, я так думаю, это было аспиранта, студента. Вопросы я вам хочу сказать. Не каждый работающий на них ответит. По системе GXP, GLP, значит, доклиника, клиника, производство, хранение и регуляторика. Вот все системы PTGXP, вот работающие на них не каждый ответит. Вот такие требования, да, уже как бы в рамках олимпиады студентам, аспирантам, чтобы они уже, опять же, концептуально знали вот эти аспекты. Вот, поэтому им как раз это очень интересно. Просто нужно подумать, каким образом это все возможно сделать, куда внедрить. В этих программах втянуты несколько университетов, и возможность посмотреть, например, оборудование МИДХД, мне даже хотелось, ну, я что-то видела, что-то не видела. Вот, мне кажется, это тоже тем, кто вот настроен, потом работать на факт предприятия, для этого, тогда это очень ценно. Но прошел несколько там ведущих раз, которые несколько есть, может быть, послушал лекции какие-то, да? Я просто хочу к этому добавить одну простую вещь. Вы, зеленый, зеленый. Вот мы с вами были в свое время в Швейцарии на предприятии Мефа, да? Смотрели, ходили по нему. Я не вижу места выпускнику такого, что он там будет делать на этом предприятии. Помните его? Ой, я почему-то помню тонкий химический синтез. Это, которое здание, здание высокое среди поля, помните, да, вот это, по производству дженериков, да? Вот честно скажу, я не понимаю, что там будет он делать. Технолог. Технолог. А он там был технолог? Мы его там даже не видели. Было обязательно. Было обязательно, и, как правило, есть на фармпредприятиях и на зарубежных фармпредприятиях обязательно начальники цехов. Наверное. Поэтому вот это наш. У меня просто, вот у меня, по-моему, во всех наших разговорах, во всех наших, в общем, движениях забываем о том, что обязательно нужны где-то люди еще среднего звена. А мы сразу перескакиваем на магистров, а про среднее звено забываем. Те, которые колледжи, те, которые техникумы и все прочие. А эти программы уже были? Что? Эти программы уже были. Да. Эти программы, вы уже, знаете, за эти 20-20, да? 20-20 уже нашли доверие. Да, но где они реализованы? Где они реализованы про этот разговор? Потому что вот то, что мы были, вот это знаменитый АКУР, ассоциация классических университетов России, на которой мы были присутствовали. Там то же самое. Там нет совершенно представления о том, где это среднее звено и что оно будет делать. То есть, в общем... Мы согласны, Бакалавр никому не нужны. А Бакалавр, почему же среднее звено? Это наши образования. Да, вопросы даже. И главное, что программа Бакалавр в том виде, как она есть, она действительно не нужна. Ее надо менять по-другому. Ее надо где-то переводить на уровень техникумов, вот то, что раньше были техникумы, на эти дела, на практические. Уменьшать теоретическую базу, что ли. Леонид Владимирович, когда я разговариваю с рубежом, с представителями предприятий, они говорят, нет-нет-нет, мы лучше из России инженера возьмем, чем немецкий Бакалавр. Ну, я вам скажу другой еще разговор. Это, значит, на генеральный директор, кто он, Хемрар или Ихар, кто он? Хемрар. Хеврара, да. Ихар. Да. Владимир Дмитриевич, я ему говорю, что будете делать, значит, кому нужны эти Бакалавры? Он спокойно улыбается, говорит, а других-то не будут, будут брать этих. Дмитрий Владимирович, что ли? Да, Владимир Владимирович. Ну, я не думаю, как бы, защиту Бакалавров хочу сказать. Ну, во-первых, Бакалавры бывают академические, бывают прикладные, наша задача сделать их прикладными, Бакалавриат. И опять же, наша задача, понятно, что для грузов сейчас тяжелый вопрос о своей материально-технической, вот этой вот базы, да, где им дать. Вот, но опять же, в наших руках пересмотреть и дать ему эти практикоориентированные знания, хотя бы вот путем вот такого кино, визуализации, там, в решении каких-то, опять же, ситуационных задач. Ну, по квалификационному этому критериям Бакалавра – это специалист высшего образования. Мы сами, наверное, виноваты, что он у нас такой вот… Чтобы согласились. Не до конца, как бы, доученный, как мы считаем, да, но он вполне может выполнять, как бы, рутинную работу. И это наша, опять же, возможность поднять его для этого колледжа и техникума, который был раньше. Ну, с этим надо что-то делать, согласна. Просто среднее изменно, действительно, оно не входит сейчас в сферу задачи этой программы. Вот, разрабатывались. У нас, например, сейчас вопрос, я хочу пример фарма привести. У нас, да, были СПО, были фармучилища, и в Москве было совершенно фантастическое фармучилище номер 10, вот, которое действительно готовило таких специалистов, которые с большим удовольствием брали аптеки, чем брали высшее образование. Они действительно были практикоориентированы. Но, к сожалению, систему, как мы вот это вот СПО немножко перекроили, фармучилище сейчас влилось в медучилище, и сейчас, когда Татьяна Владимировна Семенова, директор департамента высшего образования, оценивала их готовность к нашей аккредитации, она поняла, что, в общем-то, вопрос очень большой, что делать с училищем. Да, потому что сегодняшний уровень их совсем как бы не подходит. Да, и то, что их спасали, когда их присоединяли к университетам, которые были раньше рядом с Курском, они вливались в Курск, и, насколько я помню, где-то еще в каких-то наших медуниверситетах среднее образование вливалось в высшее, и потом получалось вообще, где у них эта граница среднего-высшего, если они находятся в структуре университета, и сегодня она размыта, эта граница, несмотря на то, что руководство говорит, давайте как бы развивать soft skills, давайте как бы делать олимпиады по этому направлению, рабочие профессии, да, да, это все важно, и аппаратчики нам с вами нужны, но где в вашей сфере сейчас аппаратчики? Есть, кто готовит, вы знаете? Может, какой-нибудь у соли сибирской? Ничего, не знаю, да, не знаю, вот, понимаете, да, а уж в химической технологии всегда без аппаратчиков вообще это, это никуда не деться. Я задам один секрет вопрос, мы все-таки будем, наверное, завершать. У нас были представители очень родной для нас организации, партнеры, как ваше мнение, как в двух словах, правда? Да, дело в том, что мы очень тесно сотрудничаем с КПУ, в плане, вот как раз мы сейчас обсуждали, профессионально именно нарубленные специальности, по типу аппаратчиков, инженеров, проделирования, но, как практика показывает, это, конечно, необходимо, но могу сказать, что каждое производство, каждое производство, фарм-производство имеет свою специфику, можно показать принцип работы, но конкретно работа на аппарате, это для каждого, даже аппараты, которые имеют одну маркировку, каждой аппарат имеет свой характер. вот, поэтому, да, это интересно, да, это полезно, но... А в целом у программы вот этой образовательной, церковой технологии... Это очень интересно, очень понравилось. В принципе, это, ну, действительно, это, мне кажется, у этого есть будущее. Спасибо большое. Будущее, потому что у нас в свое время, когда мы начинали только тему GMP, аттестации по GMP, у нас был очень интересный курс «Чистые помещения» с видео, правила переодевания, правила работы, именно, как бы, при переходе с одного препарата на другой препарат, правила взвешивания, то есть это очень полезно и очень понравилось. Понравилась вот сама, ну, схема работы оборудования при проведении тех или иных процессов. Вот, единственное, конечно, сомнение, ну, как бы, меня как практика, а так ли оно на самом деле? То есть, вот, что заложено в начале моделирования вот процесса, ну, смешивания, скажем так, растворения? Ну, это, так сказать, частный вопрос, я думаю, что, в принципе, если подробно поизучать, там все нормально, но вот то, что видео, как работать, симуляторы, это полезно для начала профессионального получения профессии, я думаю, что это очень даже хорошо. Спасибо. Вы правы, действительно, уже несколько лет с моей коллегой Жанной Игоревной думаем над визуализацией вот этой нашей фармы, потому что, ну, мы все понимаем, да, туда не пускают, туда не пускают, это, вот, значит, я предлагаю, что сценарии надо писать совместно с предприятиями, да, потому что никогда педагог не нафантазирует, как должно там быть, да, поэтому сценарий пишется вместе, поэтому на ваши вопросы, а правильно ли там так или не так, это все изменить будет тогда на вашей совести, да, тут вы уже подсказываете, как должно быть. Вот, я еще предлагаю как бы рассмотреть в этой цифровой технологии эти, да, там, систему Аватар 3D, да, когда вот одеваются там очки, вот это правильно чистое помещение, да, и вот как он помыл руки, как он надел халат, как он перешагнул через скамью, вот, как он там взял пробу и так далее, вот эти вот все простые операции, простые, вот студенту сегодня нужны, чтобы он действительно как бы приходил, я говорю, знал концептуально, что здесь нельзя так пройти, здесь нужно одеться, здесь нужно там спросить, здесь нужно расписаться. Я не говорю, опять же, вы правильно говорите, что на каждом заводе у каждой машины свой характер, свое, как бы, у своих условий работы, это вы уже на местах, это обучение наставничества, это на местах, но если он совсем стерильный, он не знает, но это их вообще никуда не годится, чему мы его учили 4 года плюс 2 года и так далее, наша задача вот дать ему концептуальное понимание, что такое лучшие практики, в чем там как бы их особенность, опасность и так далее, дать тоже аспекты регуляторики, какие требования, да, опять же, сегодня вузы это не дают, вузы не успевают реагировать за быстро меняющиеся нашей системы, вот, но вот это очень важно, все дальше остальному вы научите сами, и то, отработав у вас, перейдя на другое предприятие, ему тоже придется учиться уже на другом предприятии, привыкать к той технологии, поэтому сегодня, опять же, про тех же уполномоченных лиц и говорят, в Евразес будет реестр, в котором будет записан вид деятельности этого уполномоченного лица, да, он работал в биотехнологии, а потом пустят ли его на асептику, пустят ли его на какие-то другие виды деятельности, или он отработал в медицинских газах, а хочет идти в твердые лекарственные формы, а что ему для этого надо? Наверное, нужно какой-то багаж знаний, пройти какое-то повышение квалификации, да, вот здесь вот как бы мы можем предложить свои услуги, хотя бы вот по формальному признаку познакомить его с новым видом деятельности. Опять все остальное практически он освоит на рабочем месте, но для того, чтобы ему хотя бы пройти туда с медицинских газов на твердые лекарственные формы, ему нужно какое-то, опять же, какое-то повышение квалификации, какие-то опять концептуальные аспекты, особенности, виды твердых лекарственных форм, их сложности, какие-то технологические процессы, вводит он сразу, бухает все, или вводит вот ритурации, или еще что-то, да, вот эти вот инструменты мы ему должны дать, конечно. Если ни у кого больше нет вопросов, и никто не хочет выступать, тогда я обязуюсь вот все, что вы говорили, перевести в тексты, мы с теми, кто разрабатывает эти программы, еще раз сядем и посмотрим, Леонару Моисеевну ушла, но тем не менее мы ее услышали, что может быть слишком сложно что-то, и надо по-другому сделать. Вот. Исписала 4 страниц или 5 замечаний, поэтому мы попытаемся все это как-то улучшить, да, и учесть. И все-таки если вы одобрете программу, то мы очень рады. Вот. Ну, хоть к басам отобряется, то мы очень рады. И всем огромное спасибо за участие, за терпение, за внимание, потому что доклады были разные, это надо было услышать и найти что-то интересное для себя, или найти что-то интересное, она подумать, может быть, в будущем организовать. Здесь много присутствовал завка, как это, поэтому это вот все новые форматы, 3,2+, это все прозвучало, мне кажется, достаточно своевременно и актуально, на мой взгляд. Все докладочек, я выражаю отдельную благодарность мою большую, потому что понимаю, что все заняты учебными процессами, все гранты, и тем не менее все оторвались на подвесе выступления. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я вас хочу поблагодарить, действительно, сегодня очень у нас такое получилось, мероприятие живое, общение, показали, что наработали, свое видение, дискуссия произошла. Вот. То есть я считаю, что нам нужно как бы побольше таких мероприятий, во-первых, мы можем на них поделиться то, что у нас есть, и вот, как я уже сказала коллегам, да, приглашаю гостя на кафедру, в отдел клинических исследований, познакомиться, да, и тоже, если вас интересует, пожалуйста, милости просим. У нас приходят всегда аудиторы компании с целью, ну, такой принцип, раудировать отделение, где будут проходить какие-то исследования в водоклинике или по клинике. Вот. В ближайшем будущем я вообще буду всех приглашать, когда у нас отремонтируется и будет наполнено здание нашего бывшего не информации, а теперь это называется Институт трансляционной медицины и биотехнологии. Мы сломали все внутри, оставили только стены и наполняем новым содержанием. Вот. Тогда возможность, опять же, пройти по коридорам и посмотреть, а что делается за стенкой, где чистое помещение, это будет такая возможность. Поэтому мы также зовем ваших студентов и посмотреть, как так клиника проходит. Вот. Сами приедете, милости просим, да, возможны какие-то совместные работы, совместные какие-то исследования. Вот. Поэтому такие площадки нам очень нужны, а то мы действительно в рутине иногда со своими бумагами застреваем, и у нас не хватает времени для общения. А дискуссия, понимание того, что у кого есть, как можно объединиться, что хочет работодатель, чем мы ему можем помочь, потому что нельзя жить отдельно от заказчика наших студентов, мы должны работать вместе. Всем огромное спасибо. Очень желательно у нас произошла беседа, мероприятия. Даже такие, хочу сказать, сухие, может быть, формулировки педагогические, да, и наши внутренние проблемы педагогические оказались, в общем-то, интересны и обсуждаемы. Всем большое спасибо. И можно я добавлю очень быстренько, да, что у нас подсоединилось, наверное, где-то максимально было порядка ста, да, вот максимум. Но, да, приходили, уходили. А вот те, кто писал в чате, ну, где-то, наверное, под 40 человек в чате писал. Да, я считаю, что это очень неплохо. Спасибо.